Доля секунды и мяч в корзине. Трибуны оживленно кричат, поддерживают свои команды. За пределами стадиона уже темно. Ночная баскетбольная лига в Рязани прошла впервые и очень успешно считают организаторы. Площадкой для состязаний стал центр уличного спорта под мостом, который уже полюбился и спортсменам и болельщикам. Опытный баскетболист Сергей Савкин на этот раз на поле. Не как участник, он главный судья и один из организаторов. Сергей уверен, ночная лига – это новое слово в развитии баскетбола 3 на 3 в Рязани. Такой формат до этого дня чаще всего проводился в Москве и Санкт-Петербурге. Главный плюс уличного баскетбола в том, что играть может любой желающий. Баскетбол 3 на 3 отличается от классического баскетбола 5 на 5 атакой. В баскетболе есть на атаку 24 секунды, где команды крутят комбинации, много бегают, а в стритболе на атаку в два раза меньше, всего лишь 12. Поэтому игра очень скоростная и из-за этого как раз-таки она набирает популярность. В основном сейчас смотрят атаку, потому что в баскетболе 3 на 3 практически каждую секунду происходит какое-то движение на площадке. Динамика действительно невероятная. Матч длится всего 10 минут чистого времени. Игроки выпускали мяч из рук только для того, чтобы передать пас или забить в корзину. Восемь команд сражались за звание лучшей баскетбольной команды Рязани. Владислав Дубровин уже отыграл матч. Его команда Киова оказалась в шаге от финала. Ну, к сожалению, нам не хотел одного очка. Вы боялись? Ну, есть немного. Но соперники сильные, так что так получилось. Ириеза Адупа из Уганды тоже играет за команду Киова. Будущий терапевт признается, баскетбол очень любит. У него в стране эта игра пользуется популярностью. Там вообще как здесь. Там вообще все похоже. У нас там лига, у нас 3 на 3 тоже. А как вам рязанские баскетболисты? Ну, они нормальные. Они не грубые. Они вообще отлично. На трибунах шумно. У каждого здесь свой фаворит. Зрители подбадривают команды как могут. Атмосфера перед финальной игрой накалилась до предела. С кого болеете? Бигуди. Они у нас молодые, перспективные. Так что будем за них болеть. Но они уже выбыли из игры. А сейчас Малаховка. Особых предпочтений нет. Отдельной личности, которую мы знаем. А так, в целом, турнир добротный. Ребята стараются играть. И площадка хорошая. Супер. Это надо продолжать больше и больше. Побольше таких мероприятий, чтобы молодежь вечером собиралась именно здесь, а не где-то в темноте. Здорово. Организаторам большой респект. Отлично. Я прям переживаю сижу. В финале встретились две команды. Проф. Радиоэлектрон и чемпионы Малаховки. Счет открыли на первых секундах матча. В результате серьезной борьбы вперед вырвались чемпионы Малаховки. Они победили со счетом 20-17. Капитан команды-победителей Павел Петрухин связал свою жизнь с игрой более 12 лет назад. Не скрывая эмоций, говорит, баскетбол – это жизнь. Если сказать по поводу игры, была очень сложная игра. В группе мы, в принципе, легче играли. Но это был финал. Понятное дело, что их команда собралась. Но и их основной снайпер Дмитрий Князев попал. Турнир отлично сделали. Народа, как вы видите, было много. Команды все сильные. Стритбол сейчас в Рязани очень сильно развивается. И имеет положительную динамику. Поэтому у меня только положительные эмоции об этом. И все, что я могу сказать, это спасибо организаторам. И лисопарку в том числе за такой турнир. Выходишь и должен побеждать в каждой игре. Не важно, какая игра. Хорошо отыграли. В принципе, в финале только немного забуксовали. Дали забить легких мячей вон парню. Но так, в принципе, отыграли как смогли. Поэтому получилось. Что получилось, что получилось. 20-17. Как вы считаете, это счет достойный? Да, счет достойный для финала. Я думаю, очень много было красивых забитых мячей. Несмотря на то, что команда «Проф.Радиоэлектрон» заняла почетное второе место в ночной баскетбольной лиге, игру ребятам показали более чем достойную. Дмитрий Князев в финале забил 12 мячей из 17-ти. Очень понравилось. Красавчик. Вообще, Диман. Выловились по максимуму. Не объяснить, эмоции зашкаливают. Старались. Соревнования закончились, дав новый виток развитию баскетбола 3 на 3 в Рязани. Все больше людей приходят на стадион и почувствовать, как стук мяча покрытия соединяется с биением сердца. После чего начинается игра.